Девушки отдыхают Что-то когда ты лежал в нашем лазарете, я этого не замечала. Ваша милость расточала улыбки направо и налево. Все сестры посходили с ума. Светлана Немоляева и Александр Лазарев. Их знакомство произошло в 1959 году в стенах родного для обоих театра имени Маяковского. Светлана и Александр поженились в марте 1960 года и прожили вместе 51 год. Несколько лет назад я ехала в лифте с одной балериной, рассказывал Александр Лазарев. Она меня спрашивает, Саш, ты все на Светке женат? Какой же ты нелюбопытный! А это как кому на роду написано. И я, честно говоря, от такой судьбы никуда бежать не хочу. У нас в семье всякое бывало. Жизнь есть жизнь. Можно было разойтись, расстаться, как это модно в актерской среде. Но зачем? Я ей сыну все время говорю. Твое человеческое преимущество не в том, что ты будешь непостоянен, а в том, что ты будешь не похож на других. У него замечательная жена Алина. Очень интересная, выразительная женщина. Дочь, сын. Наверное, только с возрастом приходит понимание, что это и есть счастье. Александр Лазарев ушел из жизни в мае 2011 года, на 73-м году жизни. Так и видно и в обращении с техниками, знаешь, как в секрете, что держится. Ладно, что на курс уезжаю. А то натерпелась бы я из-за его. Лепнуло бы горько. Да, но чуть-чуть как ворона раскатывалась. Ой, серый камень, серый камень, серый камень. Тамара Макарова и Сергей Герасимов. Они познакомились в 1927 году на съемках фильма «Чужой пиджак». Вскоре поженились и прожили вместе почти 60 лет. Сергея Герасимова не стало в 1985 году. Тамара Макарова пережила его на 12 лет. Это был практически идеальный совершенный союз единомышленников, коллег, любящих друг друга, мужчины и женщины. Родных детей у них не было, но они были самыми настоящими заботливыми родителями для своих студентов во ВГИКе. Они помогали нам во всем, от мелочей до серьезных дел. Трогательно опекали. Вспоминала ученица Макаровой и Герасимова актриса Лариса Лужина. Давай вернемся в те места, где жизнь всегда была проста. Давай вернемся в сонный лес, где сосны просто на небес. Давай вернемся к той реке, где мы сидели на песке. Там у самой воды только наши следы. Лариса Лупиан и Михаил Боярский. Они познакомились в театре Ленцовета. Роман развивался красиво, но без сложностей тоже не обошлось. Они поженились в 1977 году. А в 1979 вышел фильм «Д'Артаньяны. Три мушкетера», где Михаил Боярский сыграл свою звездную роль. В смелого гасконца были влюблены почти все женщины Советского Союза. Соблазнов у актеров было множество. Кстати, все его коллеги-мушкетеры вскоре после выхода фильма со своими женами расстались. И стоит отдать должное терпению и мудрости Ларисы Лупиан, которая, несмотря ни на что, сумела сохранить их брак. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность актерская все же бессмертна. Людмила Поргина и Николай Караченцев «Я влюбилась в него, как только увидела в первый раз», вспоминает Людмила. Произошло это в 1973 году, когда Людмила, недавняя выпускница школы-студии МХАТ, пришла в Линком смотреть спектакль «Музыка на 11 этаже», в котором она должна была играть. По словам актрисы, на сцену из-за кулис вылетело нечто орущее, лохматое, с огромными зубами. Это был Коля Караченцев. И тогда я подумала, если он не станет моим мужем, свою жизнь я могу считать бессмысленной. Пойду и повешусь на люстре. Они поженились 1 августа 1975 года. Ради своего знаменитого талантливого мужа актриса Поргина готова была пожертвовать карьерой. Ее не смущала роль жены известного актера, хранительницы очага матери его ребенка. В 2005 году Николай Караченцев попал в ДТП и получил серьезную травму мозга. Лечение и реабилитация не принесли желаемых успехов, а правиться до конца он так и не сумел. Умер он в 2017 году в онкологическом отделении из-за отказа почек.